Настоящий шлем и лётная куртка на обычном манекене. Пока открывали колпак и усаживали, решили, что у пилота боевой машины обязательно должно быть имя. Не сговариваясь, решили, что будет Василий. Вспомнили, что среди лётчиков, которые уже 8 августа 1941 года совершали первый налёт на Берлин, был Василий Гречишников. Теперь самолёт приобрёл завершённый вид, как и сам парк. Здесь закончили разбивку газонов, уложили пешеходные дорожки. Часто проезжаю мимо и вижу, что большое количество людей, детей останавливаются, смотрят. То есть, я думаю, что та задумка Юрия Фёдоровича, о которой он говорил, о том, чтобы на примерах воспитывать, в том числе патриотическое воспитание населения, оно возымило своё действие, и мы это видим воочию. Кто-то пойдёт в военное училище, станет, может быть, лётчиком, танкистом, моряком, да неважно кем, защитником Родины, значит, мы делаем нужное, благое дело. Идея создания парка военной техники принадлежит главе курорта Юрию Полякову, и все работы идут под его личным контролем. Ранее на этой технике наши граждане, граждане России, несли свою службу. Сегодня эта техника будет нести дежурство в Анапе, для того, чтобы мы могли воспитывать дух патриотизма у нашей молодёжи. Как рассказал заместитель главы курорта Роман Дикий, в администрации уже получили экземпляр приказа по Минобороны о передаче муниципалитету трёх вертолётов, двух К-26 и одного Ми-8. После этого их начнут приводить, как говорят специалисты, к музейному состоянию, снимать вооружение и приборы. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.